Жители приграничного села Варница, что в непосредственной близости от блокпоста с непризнанной ПМР, признаются, что ситуация с взрывами их немного напугала. Некоторые опасаются повторения войны 30-летней давности, другие же считают, что это провокация. Тем не менее, каждый из них надеется на мир и покой. Наша съемочная группа побывала сегодня и в селе Варница, расположена в непосредственной близости от так называемой административной границы с Приднестровским регионом. С местной жительницей Еленой нам удалось пообщаться на остановке, пока женщина ждала автобус. Я думаю, это провокация. Со стороны кого? Группы людей из Приднестровского региона. На ваш взгляд, зачем им это нужно? Не знаю. Нам очень страшно, потому что мы знаем, через что пришлось пройти в 1992 году. Женщина также поразмыслила о том, как можно выйти с данной ситуации, но все же выразила надежду, что проблемы прекратятся и все успокоятся. Однако, не все жители Варницы одинаково ответственны. Вы живете на границе с Приднестровьем, не боитесь? Нет, мы здесь бессмертны, как в 1992 году. А как было в 1992? А как было в 1992? Нормально было. Сидели, встречались, играли в карты. Еще одна жительница Варницы поведала нам, что о взрывах на левом берегу Днестра узнала от сына, который живет в Канаде. То поликлиника была заминирована, то водолечебница была заминирована. Не верите? Кто нас ставит в известность? Им досталось, поэтому подтвердили официально. Не боитесь? Вы все-таки рядом. И что теперь делать? Ну скажите, что мы можем сделать? Мы простой народ. Выразил точку зрения и другой житель этого села в Новоаненском районе. И надо уже, бог не смирится, с Путиным. А что делать? Что делать? Видишь, как газ какой дорогой? У меня знакомые в Горобыковых живут. Они бедные за газ не могут пойти, отключили все. Встретили мы среди жителей Варницы таких, кто активно поддерживает идеи, продвигаемые российскими СМИ. Раздали на Украине оружие, вот и последствия. Думаете, Украина? Да. А почему вы именно так? Ну, что оружие там раздавали всем. Украинцы? А в России нет оружия? В России есть оружие. Ну, все войска в Приднестровье, вот и, наверное, делают какие-то. Я слышала, только плохие люди делают эту ерунду. А кто, по-вашему? Те, кому мешает Приднестровье. Политический конфликт начался еще в 1990 году. Самое кровавое противостояние случилось два года спустя. Война, не признанная кишиневскими властями в Приднестровском регионе, продолжалась еще четыре месяца, пока Молдова и Россия не подписали соглашение о принципах мирного урегулирования Молдо-Приднестровского конфликта.